Привет! Это Hotway Cyber13 Pro. Недавно я вам про него рассказывал, а теперь пришло время протестировать смартфон лично. Это защищенный смартфон за хорошую цену и с классными характеристиками, да и выглядит очень даже неплохо. Комплект поставки хороший, а зарядный блок имеет 20 Вт, что позволит достаточно шустро зарядить немаленький аккумулятор на 10800 мАч. Провод питания с обоюдными разъемами USB Type-C, довольно толстый, в пластиковой оболочке, длиною чуть больше 1 метра. Провод OTG значительно короче, но он очень расширяет возможности использования телефона. Кстати, кто не знал, то Cyber13 Pro можно использовать как пауэрбанк и зарядить другой телефон, как по мне это очень удобно. Cyber13 Pro это защищенный гаджет от воды, пыли и случайных падений. Изначально на экран уже нанесена транспортировочная пленка и можно установить стекло, которое производитель положил в комплект. Это повысит живучесть экрана, а экран тут довольно большой, диагональ 6,6 дюйма, при этом разрешение 2К 1080 на 2408 пикселей, да и плотность этих пикселей больше 400 ppi. Все это размещается под стеклом Gorilla Glass. Экран довольно яркий, под большими углами не теряет цвет и не искажает изображение. Для просмотра фильмов и роликов на природе самое то. А с такой батарейкой его хватит надолго. Экран слегка утоплен в корпус и вокруг него присутствует небольшая пластиковая рамка, защищающая в случае падения или если положить смартфон экраном вниз. С правой стороны это датчик отпечатка пальца, кнопка включения и качелька регулировки громкости. Датчик отпечатка кстати очень шустрый, срабатывает очень быстро, мне понравилось. С левой стороны разместился лоток сим-карт и карт памяти и кнопка быстрого запуска приложения, дальше мы разберемся как ее пользоваться. В настройках можно назначить этой кнопке различные приложения для быстрого запуска, что позволит не искать их в меню, а активировать по нажатию. На тыльной стороне расположилась основная камера на 64 мегапикселя и еще две дополнительных камеры на 8 мегапикселей, ширик и еще одна на 0,3 мегапикселя. А еще тут двойная светодиодная вспышка, размещенная рядом с камерами и два мощных светодиодных фонарика, создающие луч света в 150 люмен и дальностью до 25 метров. Скажем так, с девятого этажа, когда не было света, я светил на первый этаж и было более-менее нормально видно, можно было что-то подсветить. Например, вот я освещал машину, было видно очень хорошо. Производителям заявлена работа с марта до 16 часов. Матрицы, камеры и светодиодный фонарик слегка утоплены в пластиковую окантовку для защиты поверхности. Производителям заявлено, что на полном заряде аккумулятора можно смотреть видео до 65 часов, слушать музыку до 100 часов, разговаривать до 45 часов, играть 50 часов. В режиме ожидания он проработает до 1500 часов. Я лично тестировал телефон 2 дня и он просел всего лишь на половину батареи. К примеру, мой основной смартфон я бы заряжал уже 2 или 3 раза так точно. Итак, я уже сделал несколько фотографий и скажу я вам, они очень интересные, очень качественные. Вот я делал от 1,64 мегапикселя камеру. И теперь смотрите, при приближении у нас очень хорошее качество сохраняется, очень хорошее. Камеры здесь достойные. Приближать я могу очень-очень близко. Что фронталка у нас здесь достойная, что задняя камера еще достойнее. Итак, можно выбрать еще настройки у камеры. Таймлапс, аудиофото, QR-код можно сосшифровать, считать. Видео сверху. Видео сверхширокоугольной камеры. Также очень интересная штука. Режим фотографирования в 64 мегапикселя. Вот он такой, очень качественный. Pro фотография. Портрет. Панорама. То есть, кто любит фотографировать и кому нужно фотографировать, на эту камеру можно надеяться. В данный момент снимает фронтальная камера на 16 мегапикселей. Cyber 13 Pro. Как по мне, довольно приятно, интересно. Сразу в фокусе. Фокус не елозит. Я нахожусь в комнате, как вы понимаете, при недостаточном освещении. Конечно, на меня свет светит, но это не тот свет, который был бы на улице. Даже в пасмурную погоду зимой свет на улице будет поярче. Фронтальная камера. Она будет использоваться для звонков, каких-то для каких-то селфи. Вайбер, WhatsApp, Telegram и прочие мессенджеры. И я уверен. Ну вот я сейчас вижу очень достойное видео. Ну и фотографии будут тоже. Переключаемся на заднюю камеру. Тестируем заднюю камеру Cyber 13 Pro. Камера 64 мегапикселя. Перед тем, как включить запись, я зашел в настройки. Выставил захват лица, стабилизацию, сетку. И поставил качество записи 30 кадров в секунду, 1080. Изначально там стоит 720. То есть перед съемкой обязательно залезьте и выставите нормальные настройки. Камеры в этом телефоне хороший середнячок. Можно снимать видео так точно. И фотографировать. Это вообще будет персик. Сейчас у нас недостаточная освещенность, потому что ночь уже и я нахожусь в квартире. И если вы будете снимать как фото, так и видео днем на улице, качество картинки у вас будет получше. Прям я бы даже сказал бы намного получше. Ну, в принципе, у меня качество как для обывателя, качество фото и видео устраивает. Фото тут будет получше, видео немножко хуже. Ну, это как и везде. По начинке мы получаем производительную систему во главе с восьмиядерным процессором Unisoc T619, который имеет два производительных ядра Cortex-A75 с частотой в 2210 МГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 в 1820 МГц. Ну и в сумме получается 8 ядер. А также на борту имеем 12 ГБ оперативной памяти, с которой можно сделать 24 ГБ оперативы. Гаджет обеспечивает плавный запуск любых приложений и быструю работу с множеством задач одновременно. Внутренней памяти в размере 256 ГБ хватит на все игры, фото, видео и другую личную информацию без необходимости удаления старых файлов. Также можно сюда подкинуть флешку до 2 ТБ. При тестировании телефона несколько дней, играя в различные игры, меня все устроило в его мощности. В игры играл без каких-либо глюков или фризов. Картинка сочная, игры идут без проблем на высоких настройках. Да и программы, само собой, ни разу не подвисали. Начинкой смартфона я доволен на 100%. Система за такой ценник достойная. Итак, что же у нас по характеристикам? Предлагаю по ним пробежаться. Хочу сразу отметить сканер отпечатка пальца. Работает очень быстро, удобно. Есть у нас камеры, понятно, FM-радио. Сильный свет, это у нас яркий фонарик. У нас есть неяркий фонарик и яркий фонарик. Сейчас дальше проверим. Хочу обратить ваше внимание на набор инструментов, которые очень-очень интересны. Есть компас. Все понятно. Есть шумометр. Также очень понятно все. Когда я не говорю, у нас показывает, что комната. Когда я говорю, шумные помещения. Ну, то есть, понятно, шумометр. Есть настенный уровень. Также очень интересная штука. Есть обычный уровень. Есть замер высоты. Ну, я ничего этого пока начинать измерения не буду. Просто вам показываю. Есть лупа. Работает она. Понятно, что... О, смотрите, как приближает. Понятно, что она работает за счет камеры. Лупа довольно интересная штучка. Есть транспортир. Также показывать вам не буду, но оно как бы есть. Не буду показывать, чтобы не занимать вашего времени. Есть отвес. Есть рингтон тревога. То есть, вспышка. Потом сигнал тревоги и мерцание. Ну, может, кому-то пригодится. Не знаю. Ну, и зеркало. Также работает посредством передней камеры. Также есть интересный режим. Детский режим для ваших детей. Вот вы, например, дали телефон своему ребенку. И у него есть ограниченные настройки. Он не может зайти в множество настройок телефона. И может пользоваться только, опять же, определенными приложениями. Вы тут можете их разместить, поудалять. И, ну, то есть, звонки. Все по стандарту. Также у нас есть интересный режим. Уже не для детей, а для взрослых. То есть, для старшего поколения. Мы переходим в Easy Launcher. И видим вот такие вот незамысловатые большие иконки. И контакты. То есть, все очень упрощено. Для того, чтобы старшее поколение не сильно запаривалось в управлении смартфоном. А все было у них на виду. И, ну, довольно понятно. Выйти из этого режима также очень просто. Переходим в настройки. И выход из рабочего стола. Все очень просто. И еще что хочу показать. Полазить по настройкам. Итак, смотрите. Что у нас есть интересного в настройках. Wi-Fi, Bluetooth, SIM-карта, мобильная сеть, точка доступа. Это все понятно. Точка доступа от у нас Wi-Fi. И вы можете раздавать свой Wi-Fi другим пользователям. Все понятно. Где у нас найти NFC? Вот есть еще настройки. And connection. И вот у нас находится NFC. Android Auto. NFC. Вот у нас раз. Включили. И пользуемся. И можно здесь настроить. Ваш NFC. Он включен. Вот здесь в верхней шторке я NFC не нашел. У нас есть в верхней шторке фонарик, геолокация. Ну, то есть, опять же, все по стандарту. Верхняя шторка у нас стандартная. Яркость экрана мне хватает. Вот я нажал адаптивный экран. Оно сразу подтянуло мне почти до максимума. Вот так по минимуму. Что еще есть интересного в телефоне? Экран у нас 6,6 дюйма. Full HD+. 1080 на 2408 точек. Чтобы добавить к нашей оперативной памяти 12 гигабайт еще сверху. И у нас выйдет 24 гигабайта. Ну, или меньше. Тут сейчас вам покажу. Нужно вот что сделать. Выбираем в настройках Virtual RAM. У нас есть сейчас. Вот, Virtual RAM 12 плюс None. То есть, 12 и ничего нет. Переходим в нижнюю настройку. И мы можем добавить 3, 5, 8, 12 гигабайт. Это так называемый файл подкачки. Такой, как Windows, например. Вот мы делаем, подтверждаем, что нам нужно 12 гигабайт добавить. И перезагружаем телефон. Сейчас посмотрите, что будет. У нас телефон перезагрузился. И теперь смотрим. Надеюсь, вам будет видно. 12 плюс 12 гигабайт. Вот у нас такие настройки. Можно сделать. И давайте перейдем к тесту. Я покажу вам показатели по 3D марку и по фулл марку. Игры тянет телефон на ура. Игры тянет телефон на ура. Также из интересного у нас есть ассистент. Режим перчаток у нас есть. И много различных интересных настроек. Расписание устройства смарт-управления спецвозможностей. Что у нас идет под спецвозможностями? Отключение озвучивания элементов на экране. То есть, кто плохо видит. Озвучивание при нажатии и много другого. Опять же, все смотрите. Перечислять мне это будет долго. Чтобы не занимать ваше время. Что интересного еще? У нас есть боковая кнопка, которую можно настроить. Я думаю, вы во множествах телефонах видели уже защищенников. И это очень интересная и полезная штука. Вот эта кнопка. Ее можно запрограммировать на одно касание, двойное касание и долгое касание. Нажатие, вернее. Но давайте на один клик мы его сделаем. Итак, мы хотим, например, запрограммировать нашу кнопку под камеру. Одно нажатие, откроется камера. Вот я запрограммировал. Нажали один раз. Открывается камера. Можно также запрограммировать на любое другое предложение. Приложение на набор инструментов, на фонарик, на все, что вы хотите. На свет. Соответственно, можно отменить. Я пока что отменю. Мне ничего не нужно. Вот no operation. Если подытожить, то мы имеем добротный крутой смартфон с классными характеристиками, высокой защитой и приятной автономностью и ценником. Сочетание современных технологий и защищенного корпуса делает его идеальным выбором для активных людей, любящих приключения и активную жизнь. Вид его приятный и стильный, немного брутальный. Все, что нужно мужской аудитории, которая будет юзать эти гаджеты, у смартфона на борту есть. И видно, что гаджет сделан хорошо. Понимаю, что не всем подойдет такое устройство, но определенный сегмент его точно оценит. А вы пишите, как лично вам такой смартфон. И ставьте лайк за мои старания. Всех с наступающим Новым Годом. И пока-пока. Увидимся уже в Новом Году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова